Я люблю женатого. Кандилаки шокировала неожиданной выходкой. Популярная телеведущая часто делится новостями из своей личной жизни с подписчиками в Инстаграм. Недавно Тина Кандилаки заявила, что испытывает сильные чувства к женатому мужчине. Несколько лет звезда сообщила, что освоила функцию «Задай вопрос» в сториз и попросила поклонников отправить ей интересующие их вопросы. Один из пользователей поинтересовался, а смогла бы она полюбить мужчину, который уже состоит в браке. «Тина, вы бы смогли любить женатого мужчину?» «Именно любить», — написал он. Тина Кандилаки призналась, что уже любит женатого мужчину, своего супруга, бизнесмена Василия Боровка. Известно, что они узаконили свои отношения в 2014 году. «Отвечаю, я люблю женатого мужчину». «Женатого на мне», — поделилась она и показала подписчикам мужа. Ведущая добавила, что редко показывает его своим поклонникам, потому что Василий избегает публичности. Напомним, звезда любит демонстрировать свою великолепную фигуру и часто публикует фотографии из спортивного зала. Тина Кандилаки не скрывает, что тратит на тренировки много времени. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы во время новогодних каникул. Шутку назвала себя жиробасом. Ведущая пообещала себе и подписчикам быстро вернуться в прежнюю форму. Тина хотела стать врачом. После окончания школы в 1993 году будущая телеведущая поступила на медицинский факультет Блийского государственного университета на отделение пластической косметологии. Однако стать врачом Тине Кандилаки так и не удалось. Девушка приняла решение оставить медицину и попробовать свои силы в журналистике. С помощью знакомого Георгия Таргамадли Тина перевелась на журфак. Кроме того, в 2008 году Кандилаки окончила факультет международных отношений. Привычка Тины Кандилаки О манере говорения Тине Кандилаки слагают анекдоты. Телеведущая не раз становилась героем пародийных программ. В своих интервью Тина признается, что быстро говорить она привыкла с детства. Таким образом, девушка хотела побороть южный акцент. Сделала татуировку на левой руке после аварии. В 2006 году Тина Кандилаки стала жертвой автомобильной аварии, которая случилась в Ницце. На месте раны на левой руке телеведущая сделала татуировку. Может показаться, что на кистей Тины изображен скрипичный ключ. Однако рисунок это имеет совсем иное значение. Это один из знаков японского учения рейки, символизирующий силу и энергию. Осваивает мужские виды спорта. Тина Кандилаки является стронником активного образа жизни и здорового питания. Фотографии спортивного зала частые гости ее блога. Тина занимается фитнесом, токванду, боксом и другие виды спорта. Телеведущая утверждает, что постоянные тренировки залог ее хорошему настроению и работоспособности. Разработала свою систему питания. Телеведущая пристально следит за своей фигурой и внешним видом. Серьезно Тина подошла к своему рациону. Ежедневно девушка выпивает около полтора литра жидкости и ограничивает себя в потреблении соли, сахара и мучных изделий. Черный или белый хлеб ведущая не ест. С 2010 года телеведущая владеет рестораном грузинской кухни в Москве под названием Тина Тин. Интересен тот факт, что все рецепты блюд в меню заведений были составлены матерью Тины, Эльвира Георгиевна Кандилаки. Спустя год после своего открытия Тина Тин был удостоен премии «Лучший ресторан национальной кухни» по версии сайта меню.ру. Российскому зрителю Тина Кандилаки знакома не только по телевизионным программам, но и рекламным роликам в косметической компании «Орифлей». В 2012 году телеведущая подписала контракт с фирфирмой, по которому в течение двух лет она должна представить его продукцию на территории России и страны СНГ. В 2009 году телеведущая стала членом ОПРФ по приглашению президента РФ Дмитрия Медведева на счету Тины, организации и проведения серии проектов в рамках общественной палаты с участием видных политических деятелей, крупных битвесменов и популярных блогеров. А в 2012 году Тина Кандилаки выступила организатором круглого стола для кандидатов в президенты РФ. Хотела уйти с телеканала СТС из-за скандала с Михаилом Шацем. В декабре 2011 года в российские СМИ поступила информация о том, что Тина Кандилаки намеренно уйти из программы «Самый умник» на СТС, которая и вела около 10 лет. Причиной тому послужила ссора с телеведущим Михаилом Шацем, основанную на политических мотивах. Спустя неделю девушка заявила, что решила остаться и продолжить деятельность на канале. За успехи в творчестве Тина Кандилаки неоднократно становилась обладателем цель престижных премий. Так, в 2006 году она получила главный приз в ТЕФЕ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу». А за свой непревзойденный стиль Тина была удостоена приза специальной категории «Форма и содержание» по версии журнала «Гламур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова